Всем привет! С вами Наталья. Сегодня я хочу рассказать о своем новом приобретении. Это лосьон для снятия макияжа с глаз. Вот так выглядит данное средство. Кристальный лосьон для макияжа для всех типов кожи. От компании Faberlic из серии Young. Артикул 0479. Объем 150 мл. Данный лосьон я приобрела для снятия макияжа с глаз. И сразу после того, когда я попробовала скраб-маску глубокого очищения из этой же серии. Артикул 0475. Данная маска мне подошла замечательно. Единственное, что при умывании в качестве скраба в ней содержатся такие мельчайшие частички, которые пеленгуют кожу, но при этом совершенно не подходят для области вокруг глаз. Собственно, для дополнения данной маски я приобрела лосьон, чтобы предварительно перед использованием маски делать макияж с глаз. Что меня привлекло внимание в этом средстве, так это прежде всего описание каталога. Сказано тут следующее. Это вот здесь вот написано, что эффективно удаляет даже самый стойкий макияж с лица, глаз и губ, не раздражая кожу. Естественно, это описание мне понравилось. Это было то, что мне нужно. Я приобрела данный лосьон. Но при использовании макияж он полностью не удалял. Как ни странно, мой макияж не является водостойким. Он просто устойчивый, держится в течение всего дня. Как, например, тушь не осыпается, тени не скатываются. Чему я очень рада. Но просто немножко обидно, что лосьон, который предназначен даже для удаления самого стойкого макияжа, мне не подошел. Также я еще раз внимательно перечитала способ применения, пытаясь найти свои ошибки. Может быть, где-то я неправильно использую, а средство хорошее. Такое тоже не исключаю. Но испробовав его несколько раз, я всегда наблюдала один и тот же результат. Итак, данное лосьон используется следующим образом. Нужно нанести небольшое количество на ватный диск. И далее написано «Протрите лицо». Больше ничего не написано. Естественно, я просто лицо не протираю. Я наношу на ватный диск, затем прикладываю к глазам, жду некоторое время и потом уже смываю. Сейчас я вам, в принципе, все это покажу, чтобы вы это убедились или нашли мои недостатки в плане использования данного средства. Но также от компании «Фаберлик» я испробовала еще раньше. У меня был такой вот лосьон для снятия макияжа с глаз. Это «Артикул 0422». Вот такой вот лосьон. И он тоже почему-то не очень хорошо смывал макияж. Ну, мне вот из «Фаберлик» понравился лосьон с эффектом лотоса. Он двухфазный. Очень хороший макияж. Удалял замечательно. Но сейчас его нету на странице каталогов уже давно. И, в принципе, вот лосьон для макияжа для всех типов кожи – это лосьон из новой серии. Я решила взять на пробу, надеюсь, что мне он подойдет. Но, собственно, он меня разочаровал. И сейчас я покажу на примере, как я им пользуюсь. Итак, секундочку. Вот, варный диск. Я наношу лосьон. Он такой прозрачный. Так, вот видно, что он абсолютно прозрачный. Дальше прикладываю глазом. И удерживаю в течение какого-то времени. Он, как бы, по идее, должен впитаться. Особенно ресницам должен, ну, тушь с ресниц, должен, по идее, хорошо установать. В принципе, это моя цель. Так. Ну, вот, к примеру, так вот он уже вроде пропитался хорошо. Так, вот теперь смываю, убираю ватку, ватный диск. И смотрим. Да, он, конечно, прилично смыл. Но при этом вот еще под глазом осталось такое вот. Мне такое всегда почему-то происходит с ним. Далее вот такими вот движениями. Удаляю макияж. И, в общем-то, это не одно движение. Нужно совершить как минимум несколько таких вот. Самое удивительное, что у меня действительно не так много макияжа. Но при этом лосьон, так вот, в одно прикосновение, все не удаляется. То есть, это, конечно же, расстраивается. Сейчас вот я беру уже второй ватный диск. Так же наношу еще немного лосьона. Так же прикладываю. Тут еще сказано, что лосьон не требует смывания водой. Но я вам скажу, что после использования ощущение такое, что вот хочется смыть эти остатки. Потому что он при контакте, если с глазом, еще немножко тушь, он, конечно, как бы неприятен, если в глаз попадет. При этом он абсолютно никакой жирной пленки не создает. Просто вот хочется его почему-то смыть. Как-то вот он не какой-то не очень комфортный в использовании. Вот примерно для снятия макияжа с глаз. Причем вот не такого насыщенного. Тенем мне как бы совсем чуть-чуть. Тушь тоже так, скажу, средненько сейчас. А все равно уходят два ватных диска на один глаз. То есть для того, чтобы снять макияж с двух глаз, нужно четыре ватных диска. Вот они у меня такие все уже некрасивые. Ну вот, так что макияж все-таки он удалил. Да, но мне потребовалось на один глаз два ватных диска, что в принципе не совсем экономично. И вот, учитывая то, что у меня макияж был не такой вот супер нестойкий, просто вот обычный такой дневной макияж, и он удалил не с первой попытки, не с одного ватного диска, что в принципе говорит о том, что, наверное, все-таки этот лосьон не идеален. И в итоге я советовать его вам тоже не стану. Спасибо. Спасибо.